Всем доброго утра, дорогие зрители. Смотрите, что у нас творится. У нас вообще всё белым-бело. Вообще всё позавалило. Снегом. Как будто мы не на юге совсем. Начало зимы в Сибири. Смотрите. И продолжает сыпать снег. Я вам больше скажу. Там вот вход завалило. И у Лаки будку вход завалило. И вообще, короче, нас засыпает снегом. Это для Краснодарского края очень необычно. Хорошо, что у нас лопата в доме. Да? Да. В чём это хорошо? Ну, мы... А тут же выход выше. Тут выход выше, да. Выйти-то мы сможем. Но ехать в Новороссийск мы сегодня вряд ли поедем. Это опасно. Скорее всего, там на перевале снег идёт. Скорее всего, его закроют. А застрять в Новороссийске нам не очень хочется. Короче, придётся списываться с ними. Ну вот. И переносить поездку. Ничего себе, да, Миша? Ой, смотри, там паук паутину сплёл на окне. А сейчас она под снегом. Вон она. Видите, на окне? Прикольно. Эх, собираем свежепостиранную переноску. Хоть никуда сегодня и не поедем. Но переноску-то собрать надо. Получается? Помочь? Да, вроде как, да. Ну, давай. Донышко главное пропихнуть потом. А что у нас? Ну, там оно туго пропихивается. А снег продолжает, ребята, водить. Представляете? Валит и валит. Мишка, тебе нравится снег? Да. Да? Только у нас завтра, может, никто не пойдёт в школу. Если не важно. Да, ну. Мне кажется, завтра уже пойдёте. Завтра уже не будет такого снега. А может и будет, не знаю. В Новороссийске, говорят, минус 15 ночью будет. Такое вообще очень редко бывает. Капец всем фруктовым деревьям наступит. А яблоня? Моя большая. Ну, я надеюсь, что, во-первых, она большая. Во-вторых, у нас будет всё-таки не так. Почки. Почки отмёрзнут. У неё уже почки. Эти крыну отмёрзнут, почки отвалятся. Может, плодоносить не будет. В этом году. Из-за этого. Не знаю, посмотрим. По идее, она вряд ли уже начала распускаться. Так. Ну что? Снег продолжает валить. Смотрите, я вам открыла показать. Не знаю, видно вам нет. Вот дорожку прочистили. Какой слой у нас снега навыпадал. И он продолжает падать. Я до конца очистила. Я думаю, что он до вечера ещё будет падать. И нас закопает полностью. Здесь, короче, дверь открыть сначала невозможно было. Дверью отодвигали снег. Потом ногой очищали. Вот даже лопату достали. У нас, правда, снегоуборочной лопаты нету. Ну, потому что снега здесь обычно не бывает. Поэтому обычной лопатой чистил Саша. Сначала Лиза начала, а потом Саша чистил. Капец. Я пришла к собакам. Это чтобы это. Ты к собакам пошла? А ты не хочешь собачек покормить? Раз ты к нему задолгу пробила. Давай, бери кастрюльку. Я им сварила. У них там вёдер нету. Надо их откопать. Собачки не могут не есть 4 дня. Почему? Ну что ж, я решила, раз я никуда не смогла поехать, то нужно выгрузить холодильник сейчас всё вот здесь. Ну и там вот. И отмывать его. И уже даже наполовину отмыла его снаружи. Он теперь беленький-беленький. Вот там внизу ещё надо протереть. Я намазала. Блэйк, ты чего мне на тряпку улёгся? Сейчас отмою холодильник. Потом отмою его внутри. И потом всё перемою в него поставлю. Как раз день пройдёт. Похоже. Ещё пылесос хочу отмыть. Так, а тут у нас... Тут у нас опять погром. Саша делает кавкасы под короба. Что-то как-то сильно быстро делает. Сейчас надо будет освобождать стол тот двигать. А у меня ещё ничего не готово. Однако надо ускоряться с холодильником. Ой, ты там что-то... А чё ты там так ломаешь? А, ты принтуса убираешь? А почему сейчас? Мама! Мама! Не знаю. Мама! А этот принтус останется в коробе? Ну, который вот этот? Или ты вот... А, ну ладно. Нафиг так нафиг. От чего? В общем, скоро здесь будет красотища. Решётки же ещё две надо. Блин, их-то я не учла. Капец этот ремонт. Начинаешь делать, вроде чуть-чуть надо. Потом покупаешь профиль, понимаешь, что ты до хрена уже потратил. А потом выясняется, что кроме гипсокартона тебе ещё и решётки надо купить. Мываю стёклышки от холодильника. Решила поделиться с вами. Всегда, когда мою холодильник, у меня внутри сидит маленький-маленький страх. Что я обязательно что-нибудь расколочу. Или кто-нибудь расколотит, пока я тут... Вон, видите, их ставлю. Одно помыла, второе сейчас буду ставить. Пока что у нас холодильник на столе. И Лиза у меня начинает тырить продукты. А вон мои ещё грязные совсем полки. Две, по-моему, ожидают меня. И ещё овощная грязная. Но овощную я оставлю на потом. Сейчас мне нужно отмыть полки, высушить. Да, отмыть холодильник. Я его почти отмыла. Там немножечко есть того, что не отмывается. Я сейчас это намажу доместусом. И отмою. А, ещё на стенках же вот эти надо будет отмывать. Короче, на целый день работки. А Мишечка ходит и рисует, да? Молодец. Привет. Его рисунок называется «это». «Это»? Рисунок называется «это»? Вот это. Это «это» и «это». А, как с Мишей пишут буквы, понятно. Может, вы порисуете, что-нибудь поделаете? Я бы хотел вот этот карандашик дать. У меня целых три штуки лежат. А, ну, может, ты с ним поиграешь? Поиграй, пожалуйста. Мишечка не собирается с карандашами. Ну, ты хочешь холодильник вместо меня помыть? Нет. Значит, поиграй с Мишей. Я просто сказала, покажи маме свою рисунок. Что, испортилась? Просто я поехала, странный пакет, спросила папу. Папа сказал, что оно скисло. Ну, оно скисло. Молодец. А ты хотела молоко? Просто квашу. Так оно скисло. Просто квашу есть. Есть кисло, нет? Есть. Папа, ты имеешь в виду, что молоко скисло? Я что, наружно не замечаю? А? Я карандашки ей предлагаю. Она такая стоит. Она молока хочет. Просто квашу, точнее. Я хотела ей подарить интересный карандаш. Все, полочки вымыла. Теперь моя главная задача... А тут тоже отмыла. Моя главная задача поставить полочки. Поставить все на полочки. Чтобы можно было стол освободить. Чтобы Саше не мешать работу делать. Саша тут музыка играет. К нему теперь не зайдешь. А? Я говорю, музыку включил. Авторскую. К тебе теперь не зайдешь сюда. А я все равно зайду и поснимаю. Ура! У меня чистота и порядок. Ну, почти еще не хватает полки. Овощной. И здесь то, что должно стоять, валяется вон там. Сейчас буду переставлять. Красотища. Когда выкинул все лишнее. Так. Еще мне надо вот эту полочку сейчас побыть. И останется только овощная. И полдня нам эти у холодильника убито. У вас, наверное, так же. Миша, показывай свою картину. Лиза? Понятно. Втроем. Вы втроем рисовали? Да. Показывай картину. Миша тут рисовал картину. Снимал это на камеру. Очень расстроился, когда выяснилось, что у него ничего не снилось. Не получилось. Подошел, говорит, пожалей меня. И мы с ним засняли сначала картину на его камеру, да? Миша сказал, что он будет своим зрителям показывать, да? Миша, да? Я говорю, а моим зрителям покажем? Он говорит, покажем. И вот мы вам показываем картину. Вот такие мы с Мишей блогеры. Забавно. Забавно. Здорово, сынок. Хорошо нарисовал. Не расстраивайся. Камера не всегда слушается тебя, когда ты хочешь что-то снять, да? И все-таки короткая прическа, это классно. Подровнял немножечко, пригладил. И ты опять аккуратный. Да, сынок? Губки надул. Я выяснила, что у нас нет молока. И масла. Дети просят шоколадное масло. А я даже не уверена, что мы сможем доехать до светофора, даже если очень захотим. Не, ну основные дороги, наверное, почистили. А вот дорогу к светофору, там такая дорога. Короче, у нас до четверга будет самая настоящая зима. Сегодня в чате в WhatsApp, где моя сестра, где все родственники наши общаемся, скидываем туда фотку, сколько у нас снега. А моя сестра мне в ответ скинула. Как в Европе то же самое происходит, тоже завалилось снегом. Только они вообще в шоке. И просят объявить чрезвычайное положение. Автобусы у них едут боком. Забавно. На самом деле, там, где снег редко бывает, снег это коллапс. Поэтому мы сегодня сидим дома. У нас еще и минус 5. Представляете, как холодно? Хотя смотрю сейчас, сижу влог в Редина Лайф, одним ухом слушаю, так у них вообще минус 22. У них тоже вроде как должно быть тепло. Ну, не должно быть морозов. У них вообще минус 22. Вуаля! Вот что за сегодня у нас изменилось. У нас появились железные штуки на стене. Ну, собственно, это будущий короб гипсокартоновый. Гипсокартона пока нет. Решеток тоже пока нет. Ну, собственно, они мне пока и не нужны, потому что Саша еще будет проем заканчивать на следующий выходной свой. И вон там вот у нас еще осталась, вон, видите, дыра в стене. Это от печки дыра. Ее тоже нужно ликвидировать. Блин, провод грязный, надо провод помыть. Я отмыла пылесос, почти закончила холодильник и попросила Катюшку развешать вещи в шкаф. Блин, не знаю, вот как-то можно, интересно, эту штуку постирать. По идее, она тряпочная. И у нее внутри картонки. Но эти картонки не вынимаются. То есть их только разрезать и вытаскивать, а потом зашивать. Возможно, так все-таки надо сделать. Но я это сделаю в следующий раз. То есть, когда мы перед обоями будем вытаскивать все из шкафа, я разрежу и все-таки ее постираю. Ну, а сейчас Катюшка в этот шкаф положит вещи, потому что... Потому что как бы очень сложно жить, когда у тебя вещи все вот там вот в углу. А ремонт у нас затягивается. Я рассчитывала, что Саша сделает этот коров. И хотя бы тот каркас, но он и тот не сделал, только в этой комнате. Поэтому это будет еще дольше. Теперь проем, он сказал, будет целый выходной делать. Потом целый выходной будет здесь зашивать. И только потом, возможно, если ничего не сорвется, он будет это. Клеить обои. Ну, мы будем клеить обои. Обои-то он один не клеит, поэтому все вместе будем. Вот эти проемы, по сути, закончены. У Кати закончен. Вот этот закончен. Остался только вот этот вот. Но у меня краска куплена на все эти проемы, поэтому я потихонечку начну красить. И пока он дойдет до окончания проема, я уже все покрашу. Вот. А еще Катя постоянно вешает куртки на дверь. Катя, ты почему куртки на дверь вешаешь? Скажи мне. На дверь. Ну, туда ничего не входит, поэтому я пока молчу и терплю. Так. Алиса, прекращай заходить в шкаф. Вот. Постепенно я все-таки все настраиваю так, как мне больше нравится. Вот. Но движется все медленно. Надеюсь, вам нравятся изменения мои. Они мне даются с трудом. Вот. Но я потихонечку допиваюсь того, что мне надо. Внешнего вида этой комнаты. И даже линолеум сюда потом купим. Ну, как потом? В смысле, не в этом месяце, потому что в этом месяце просто денег не хватит. Вот. Постепенно все будет классно. Вот сейчас надо прожектор еще отмыть. У него провод прямо грязный. Вот. Но сегодня, наверное, я уже не буду, потому что сегодня мне нужно еще отмыть овощной ящик. Я в холодильнике все сделала. Красивенько, классненько. Весь холодильничек отмыла, пропылесосила сзади. Но овощной ящик. Там надо все перебрать. О, водичка. Я думаю, что она уже охладилась. Обожаю охлажденную водичку. Вон он ящик, он меня ждет. Ладно, давайте я закончу. Уже пора закончить с холодильником. Зато я, как могла, прибралась тут. Пропылесосила, потерла, все сложила и попросила Сашу еще от дверей эти штуки тоже убрать. Потому что они вот здесь стояли, здесь они вообще не в тему. Вот. Опять обувь все пораскидали. Ну, не всю, ладно. Так, обогреватель не должен здесь стоять и елку надо убирать. Но это на завтра. А Лиза с Мишей уселись играться в парные игры. Ну, я разрешила немножечко посидеть, поиграться. А я сейчас переберу овощной ящик и пойду смонтирую ролик. Все, я это сделала. Почти все из этого ящика пришлось выкинуть. Капусту пекинскую ободрать. Сейчас я вот так оставлю, пускай сохнет. Вот. Она, конечно же, начала портиться. Надо ее срочно готовить. Остатки творога. И шоколадка осталась. Больше ничего. Вот. А вот куча листьев, которые надо понести, отдать курам. Придется нести сейчас, потому что к утру, я думаю, они еще подпортятся. А сейчас их можно курам отдать, они слопают. Кто желает с мамой? Никто не желает с мамой. Маме дали дольку апельсина. Спасибо, детки. Мишка, ты кушаешь апельсинку? Ему не понравилось. Мне захотелось. Смотрите, вы сейчас будете в шоке. Варю кашу собакам с сосисками. Но это дешевые сосиски. Покупала для эксперимента. Вот. Их все равно, как говорится, только животные, согласно, есть. Ну вот. Там не одно мясо, там всякая шкура перемолота. Ну, собакам и кошкам нравится. Зато у собак будет эксклюзивный обед. И я иду к курам в шортах. Мне просто лень переодеваться в штаны. Надеюсь, что я там не обморожусь. Быстренько добегу. Я обморожусь. Обморожусь? Думаешь? Холодно. Прям сильно? До кур не добегу. Блин, Лиза говорит, надо штаны одевать. Мне лень. Ладно, одену штаны. Ну, и так уж тут и холодно, между прочим. Для снежной-то погоды. По-моему, потеплело. Смотрите, сколько снега. Прям вообще. О, мне по щиколотку, или как это называется. Так, а как же я пройду к курам? Саша сказал, что он откапывал, но здесь дорожки нет. Значит, он откапывал где-то вот так вот вокруг. Пойдемте вокруг. Зато весь бардак, Сашкин, под снегом скрылся. Слушайте, прикольно. Мини-зима у нас. А мне даже нравится. Прикольненько. Можно похрустеть снегом, а потом опять перейти в режим теплой зимы. Блин, зачем он так длинно копал? Вот вообще. Слушайте, вообще все. Под снегом бардака не видно. Правда, и убраться я тоже не смогу, пока снег не растает. А я планировала. Ну, ладно. Сейчас вся снежная зима закончится. Забираемся к нашим курам. Привет, девчонки! Ой, они даже яйца мне несут, девочки мои. Маленькие, хорошенькие. Вот так вот на зиму у нас живут куры. Сейчас я их буду кормить. Они уже увидели. Смотрите, что я вам принесла. Смотрите. А, что это? Салатик! Зеленушечка. Сейчас отдам вам. Не торопитесь. Ну, все, девчонок порадовала. Видите, снега им накидала, потому что вся вода же замерзла. А им что-то как-то пить надо. Накидала снега. Сейчас буду ходить. Смотрите, какой обмен классный. Целый лоток яиц. Что они мне дали. Молодцы, мои девочки. Хорошие. Знаете, в чем плюс зимы? Сейчас здесь не пахнет курами. А обычно, от того, что они какают, пахнет. А сейчас такой и запах нормальный, и яйца есть. Прикольно. Не, ну, зиму я не согласна. Длинную. Это точно. Вот так наш сад выглядит под снегом. Необычно. Достаточно. Все, ладно. Пробираемся к дому. Через сугробы. Представляете, через буквально неделю этих сугробов уже не будет. Сейчас так прикольно. Можно, кстати, в снегу поваляться. Он такой пушистый. Правда, на улице прохладненько. И не очень хочется высовывать нос. Но лучше, чем я предполагала, когда собиралась курочкам отнести капусту. Ну вот, пересидеть дома, пока снег лежит большой кучей, не удается. Потому что нужно молоко. Сейчас берем рюкзачок. И пешочком по сугробикам вместе с вами в ближайший магнит. Пойдемте. Кошки вышли на улицу. Не перекликивай меня. И носятся теперь по снегу радостные. Эй, вы там далеко не убегаете? Милка в шоке. Милка, ты еще не передумала? А то я тебя домой запущу. В общем, трое из шестерых кошек побежали беситься под снегом. А мы пошли с Лизой. Милка, отходи. А мы с Лизой пошли за молоком. Где мой рюкзачок? Классно я расчистила. Блин, холодно. Классно я расчистила. Классно. Это Лиза чистила. Вот эту вот дорожку дотуда я очистила. Вот это вот все очистил папа. Я вернулась. За куртку поменять. А тут тигра по снегу носится вообще. Как термоядерный. Что? Не знаю. Пошли и так протопчем дорогу. В общем, я переоделась в зимнюю куртку. Что-то как-то в ветровке. Унеси Милку домой. А, она шугается. Капец. Она боится. Капец. Я набрала снега в ботинке. Там реально глубоко, ребята. Смотрите. Я вся заснеженная теперь. Лиза говорит, что ей нравится. Мы идем среди снега. Блин. А я себя чувствую, как в Сибири. Как будто я обратно вернулась. Я не хочу снег. Уберите его. Кстати, зрители, напишите, а вы любите снег? Может быть, кто-то ест, как Лиза. Она просто обожает снег. Правда, она хочет, чтобы он лепился. То есть, она хочет, чтобы у нас потеплело. Но снег она хочет, чтобы был. А я не хочу. Все. Вот он первый день попадал. Я на него полюбовалась. Все. Можно выключать. А на обратном пути Лизка будет в сугробы падать. Хотя в снегу есть плюс. Смотри, как светло сейчас. Я снимаю, и, в принципе, неплохо видно. А если бы снега не было, было бы темно. Блин, пока шли до магнита, руки подмерзли. Непривычно со снегом жить. После трех лет без снега. О, смотри, кто-то на снегу рисовал. Непонятно только что. Эдисон. А, это Эдисон. Это кто? Это блогер. Кто такой? А, Эдисон блогер. Кто-то, короче, рекламирует блогера. Фанаты. Явно вон дети прыгали в снегу. В глубоком. Капец. Мне тоже нравится Эдисон. Лизовета у нас сегодня носильщик. Взяли, короче, молока два пакета. Один в кубанскую буренку. По 70-3,5% в коробке. А второй недорогой. Потому что, ну, оно одно было. А то, которое мы обычно берем, вообще закончилось молоко. О, народ на сумках детей возит. Вот и санки пригодились. Помнишь, мы с тобой рекламу санок видели? По 750 рублей. Ты куда? Так, нет, давай рюкзак я подержу, а ты попадаешь в снег без рюкзака. Ладно? Ты чего сделала? Ты зачем упала? Я пошла по краю, а там оказывается... А там оказывается это... Лиза, тебя жизнь ничему не учит. Хорошо, хоть не лужа. Давай. Лизин ангелочек. Прикольно. Ну, давай. Чё? Чёрт, чёрт. Да, пожалуйста. Веселуха. Лиза валяется в снегу. Отряхивай ладошки, я не буду за снег брать. Так, давайте её поднимать. Протяните ей руку. Ну? Фантазия. Она только и делает, что падает снег по дороге. Я уже не могу. У меня камера скоро сядет. Пошли домой. Ой. Ну ладно, я тебя здесь оставляю, я пошла. Ну, мам! Я реально не могу встать. Слушайте, я тут подумала, что скучно снимать только влоги. Надо поснимать ещё что-нибудь весёленькое. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях, что бы вам было бы интересно смотреть в рамках семейного канала. Кроме влогов. Ну, может какие-то челленджи, игры, там это. Ну, в общем, всё, что вам приходит в голову, пишите в комментариях. Буду благодарна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!